Приветствую вас и давайте попробуем разобраться в том, что вы написали здесь. В принципе, всё понятно, да? Ну, кроме, пожалуйста, только одного. Вот отец, отцу вы боитесь сказать, пишите вы, сказал будет, а он неадекватный человек, на мой взгляд. Неадекватный человек кто? Ваш отец или мужчина-сосед? Вот не очень этот момент понятен, если можно, как-то проясните, пожалуйста. Дальше, ну, почему мужчина себя так ведёт? Ну, вообще-то, его поведение можно объяснить двумя основными причинами, на мой взгляд. Первая причина заключается в том, что человек, по сути, испытывал к вам симпатию, но увидев, что вы ему взаимностью не отвечаете, обослился, как-то сам для себя решил, что вы его оскорбляете и, собственно, теперь начал вас унижать, говоря такие обидные слова, да, что вы, там, разращаете мир и прочее, 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 прочее. То есть, в этой ситуации его слова стоят, вот, принимать как реакцию, ну, вообще говоря, очень обиженного человека, обиженного на вас, обиженного на саму ситуацию в целом. И вам в этом ключе вообще сделать что-либо не так уж и что-то мощное и нужно. Потому что, если он действительно к вам испытывал определенное чувство, то, скорее всего, скорее всего, он, ну, успокоится. Вы не пишите, сколько времени это длится, но я думаю, что именно так. Дальше, второй вариант, это вариант такого плана, что он действительно очень верующий человек и даже верующий слишком сильно, я бы сказал, я бы сказал, верующий до фанатизма и вот как раз это, то, что он верит до фанатизма, провоцирует его на то, чтобы вести себя с вами вот таким образом. И во втором случае он не успокоится, во втором случае он действительно будет вести себя так и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и вы ничего не сможете поделать с этим, к сожалению. Потому что фанатики, религиозные фанатики, если он ведет себя именно так, они не успокоятся. И, а в этом случае вам нужно еще раз, интересно, чтобы он вам это все сказал, по сути, это угрозы, склевета, уголовно наказуемые действия, или потом пойти в полицию, написать на него жалобу, и чтобы ему выписались правы. Или как-то еще привлекли к ответственности. Если он не успокоится, соответственно, нужно будет подавать на него в суд, и так далее. Доказательство, еще раз говорю, может предъявить в виде той же аудиозаписи, может быть даже видеозаписи. Очень важно, как вы относитесь к тому, как они себя с вами ведут. То есть, его друзья, да, очень важно, как вы относитесь к тому, что над вами смеются. То есть, не чувствуете ли вы, если вас снижают. Важно понять, что эти люди, они явно просто ищут, ищут, на ком бы выместить свой негатив. И они нашли этого человека, это вы, и относиться к этому нужно, как к такому, знаете, ребячеству. Это самое натуральное ребячество. Вот, по сути, и все, что можно вам здесь сказать. То есть, если вас это задевает, то, что он вам говорит, то, соответственно, нужно разобраться, чем вас задевает, почему и так далее. Если вы просто боитесь, то здесь можно порекомендовать обратиться, как я уже сказал, в полицию, если потребуется в суд. А вам озаботиться средствами самообороны индивидуальной. Ну, и, возможно, записаться на секцию спортивную, чтобы уметь дать опор в случае чего. Вот, пожалуй, все, что можно порекомендовать в данной ситуации. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.